Тема урока «Путешествие к Пушкину». Давайте вспомним, что такое родословное древо, как можно строить схему родственных связей, кто такие великий князь Александр Невский и Пётр I. Пример неразрывной цепи поколений в истории Отечества мы можем увидеть в истории рода великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Семейные предания ведут начало его рода по отцу, Сергею Львовичу, от воина Ратмира, который был дружинником святого князя Александра Невского. Летописи позволяют проследить начало пушкинского рода от Гаврила Алексича, тоже служившего Александру Невскому. Летописи – это древние рукописные книги о событиях истории Древней Руси. Исторические сведения в этих книгах записаны по годам, летом. О Гавриле Алексиче рассказано так. Витязь на коне вскочил на палубу шведского судна, но был сброшен. Выскочив из воды, он вновь налетел на неприятеля, врезался в середину полка и поразил воеводу шведов. В этом сражении Гаврила Алексич уцелел, а погиб он в 1241 году. Другой предок Александра Сергеевича Пушкина был воеводой на южных границах России. Поэтому и создана в Белгороде библиотека-музей, которая носит имя Александра Сергеевича Пушкина. Выставка в одном из ее залов рассказывает о пограничной службе и роли в ней воеводы. Белгородские ребята очень любят бывать в Пушкинской библиотеке. Там они знакомятся с жизнью и деятельностью поэта и его славного предка. Правну Гаврилы Алексича Григорий Александрович был прозван Пушкой. То ли характером он был взрывной, громогласный, то ли увлекался стрельбой из нового, по тому давнему времени, оружия. Только от прозвища далекого предка произошла фамилия Пушкин. Александр Пушкин был прямым потомком Гаврилы Алексича в 17-м поколении. Историю рода поэта по материнской линии начинает Абрам Петрович Ганнибал, африканец по происхождению и крестник императора Петра I. Восьмилетнего мальчика похитили из Африки и привезли в Константинополь. Российский посол выкупил его и послал в подарок Петру Великому. Царь крестил его, назвал Абрамом, дал отчество по своему имени. До глубокой старости Абрам Петрович помнил Африку, роскошную жизнь отца, 19 братьев, из которых он был меньшим. Помнил, как плескался в строях фонтана отчего дома. Помнил он и свою любимую сестру, как она плыла за кораблем, на котором мальчика увозили от родных берегов. Когда Абраму исполнилось 18 лет, царь Петр отправил его во Францию учиться военному искусству. Абрам Петрович Ганнибал верно служил России, стал генералом и скончался на 92-м году жизни. Мать Александра Сергеевича Пушкина, Надежда Осиповна, была внучкой Абрама Петровича, а сам поэт – его правнуком. В награду за верную службу генерал Ганнибал получил от императора земли в Псковской губернии. Туда, в родовое имение Михайловское, мы сейчас и отправимся. Вот уже более 200 лет этот уголок Псковской земли неразрывно связан с именем Александра Сергеевича Пушкина. Все окрест осеняет Святогорский монастырь. Когда-то средство для него жертвовал прадед поэта Абрам Петрович Ганнибал. Он же выбрал у стен обители место для родового кладбища. Александр Сергеевич Пушкин возмужал в этих краях и написал здесь свои лучшие произведения. По вечерам в Михайловском ему рассказывала сказки его мудрая няня Арина Родионовна. Здесь он ходил на ярмарки, слушал хороводные песни, размышлял об истории России в уединенной келье монастыря. Здесь, на этой земле, он стал поэтом. Здесь, на вершине Синичьего холма, у стен Святогорского монастыря, успокоились его дед и бабушка, отец и мать. Здесь нашел покой и первый поэт России. У Александра Сергеевича Пушкина и его супруги Наталии Николаевны родилось четверо детей, 19 внуков, 37 правнуков, 45 проправнуков. Всего за семь поколений потомками этой супружеской четы на нынешний день являются 312 человек. Многих из них уже нет на свете, а другие живут в самых разных странах мира. А еще, думается, духовными потомками Александра Сергеевича Пушкина могут считать себя все люди, которые знают и любят его творчество. Указом президента Российской Федерации 6 июня, в день рождения поэта, мы празднуем День русского языка. Языка, который объединяет все народы России. Проверим себя. От кого по семейным преданиям ведет начало род по линии отца Александра Сергеевича Пушкина? Род Пушкина ведет свое начало от воина Ратмира, который был дружинником святого князя Александра Невского. Как зовут по летописным сведениям родоначальника поколений Пушкиных? Согласно летописям, родоначальника поколений Пушкиных звали Гаврила Алексич. Как звали прадеда Александра Сергеевича Пушкина по материнской линии? Прадед Пушкина по материнской линии Абрам Петрович Ганнибал. Где находятся родовые земли Пушкиных по отцовской и материнской линии? Родовое имение Пушкиных находится в Михайловском, в Псковской губернии. Сделаем вывод. Родословие Александра Сергеевича Пушкина служит примером неразрывной связи поколений. Память о предках и потомках поэта жива потому, что нам дорого все, что связано с его именем. Род Пушкиных – образец того, что жизнь старших поколений всегда продолжается в их потомках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова